С Новым Годом поздравляем и от всей души желаем вам богатства и здоровья, чтобы у вас росли внучата, дитята и деньги сыпались полным ковшом. Так это что, это Ира курочка, а ты петушок? Огненный петушок, это же не курочка, привела курочку, мизинка, образливание, мизинка, я же не понял, я думал, ты говоришь. А, кстати, денежки за посмотра, сюда, сюда, в чулочек, в чулочек, пиарьеры всякие. А потанцевать? Я не баба здесь, слышь, еди, девчонки, а потанцевать. Гер, приват танец, это в отдельном кабинете, с отдельной гиганой, да, это приват. Друзья, осталось буквально, о, 20 секунд осталось, мы должны заснять этот момент, вот у меня налито, пьем мускатное такое шампанское. Так, подожди, подожди, Света, звук замечательный, но мы ждем, да, 3, 2, 1, ура, с Новым Годом! Друзья, свершилось, Новый Год наступил. Народ сначала проводится, сейчас дейтим более-менее, и... Еще горячее есть. Еще горячее, может места не остаться. Друзья, мы сделаем максимум возможного, чтобы и место найти, и удовольствие получить, и, в общем-то... О, ребята, это как и нет, мурка эта. Давай тост. Давай тост, держи. Ну, подожди, надо помочь, значит, прошедший год, мы теперь пьем за Новый Год, Новый Год нам принесет гораздо больше, что нам не додали в прошлом году. Материально это? И материально, и морально. Да, во всем, да. Так. А почему нет? Во всех отношениях. Так что пьем-то за что? Пьем за Новый Год. Вот. За Новый Год Оргиного петуха. Ой. Чтобы все по квердушку, и набрали, и набрали, аж целый мешок. Чтобы, знаешь, Гарик, и чтобы не было, как в этой сказке, когда говорят, куры клюют, петухам не дают. Да, кстати. Чтобы куры клевали и давали. Вот это... Дам, дам, пусть попроси. Вот сын и троедник. Спроси, что ты хочешь, что ты хочешь. Пусть хотя бы купит лотерейный билет. Попроси ее, она даст. Нет, ну хотя бы пускай это самое. Да. Так вот, значит, за наши... Мы, как петухи, пьем за курчик, чтобы нам всем по зерну хотя бы давали, и чтобы хотя бы мы и зерна не потеряли, которые нам дали. Да. То есть за зерно. Образов. За зерно образов. Поэт, блин, молодец. Ура. Красиво изложил. Ура. Красиво изложил. Так, Ира, давай по куриной линии. Тот. Ой, а... Чтобы курочка Ряба несла золотые яйца бабке с деткам, и чтобы можно было их клепать и резать, всяко на что нужно. Да. И чтобы никаких мышей. И чтобы никаких мышей ничего не билось. Так. И чтобы все было только на благо, и чтобы бабки с дедом были здоровы. И чтобы богатство полное чашей, и чтобы зерна курочки поклевать было много. И чтобы голова не болела. Ой, главное, чтобы голова не болела. Друзья, Светлана держит подарочки. Да. Я держу подарочки для своих гостей, которые я сделала из эфирных масел. И мне очень хочется всех намазать, но мазать придется только мужчин, поскольку женщины накрашены. А мужчины, они в своем соку, поэтому им не повредит. А только будут красивее. Так ты им даришь, или только мазать будешь? Нет, я дарю. Я не на окрашенном, а меня... Можно мазать. Все. Все. Значит, всем мажем, и снимаем все после. Если лишние морщины у кого-то, значит, сейчас будем их подарками снимать. Так, сначала мажем Гаррика. Гарик, мы тебя снимаем до. Так, тихонечко давай. Будем тебя... А что ты так, ты так, знаешь, ты как будто целая синагога у тебя в голове. Ну, мы напугали нахер, мы напугали, блин. Так. Ну, ты вообще и так молоденький ты, господи. Я не знаю, что у тебя, какие у тебя морщины-то, господи. Ревкие. Друзья, чтобы все вы всем, Свет, так выглядели. Вот сволочь, а! Редкая сука, а! Нет, ну ему 62. Ну, значит, молодой совсем. Это я шучу так. Так. Света, не выпили его ничего там. Масла эфирные. Масла эфирные. Света, скажи, какой состав? Что там за масла? Нет, я уже говорила. Не говори ничего, Света, держи секрет. Скажи, люди, не все люди смотрят все наши видео? Кипа секрет. Да, кипа секрет. Рассказывай. Зачем тебе секреты? Я чувствую ровозу лаванду. Дедушка медленно подняет. Друзья, друзья, эта штука... А не надо вот этих гнусовых инсинуаций. Если вы не пили, друзья, то понюхайте это масло, и вы закосеете. Если вы пили, то понюхайте это масло. Помашь ему под носом. Приятно. Под носом помашь. Зачем? У него там нет морщин. У него усы там. У сына, Марш, сейчас не пили. Не надо, они еще пойдут по внутрь. Если вы выпили, то это масло вас вытрезвит. Когда вы его понюхаете. О! Не выгонишься дома, музыка? У меня не надо, Марш. Кирки, усы, на масле. Нет, нет, нет. У меня нет, я уже все выемах. Света, Светочка, когда мы будем его проверять? Ну, сейчас оно пройдет пять минут, потом вот так пальчиком вот так вот. Друзья, я хочу вам показать Светлану. Светлану. Это человек, который просто... Так ты себя покажи. Как 16-летняя девочка. Себя покажи. Покажи ты меня, пожалуйста. Себя покажи. Я продукт недельного употребления. В смысле... Очень хорошего употребления. Но я, может быть, и раньше был ничего. Я не осветлю, что меня полюбила когда-то. Ну, может, она ошиблась. Может, а теперь куда есть после 40 лет-то деваться. Спасибо, спасибо. Так, Света, кому делаем следующую аппликацию? Маслами, как бы я прям остыла. А пахнет. Как пахнет, Гарик, маслами. Вот он проходит, друзья, и запах остается. Детушка, с нет реакции. Домажем или не мажем? Домажьте, Господи. Мы мажем Гену. Что вы мне мажете? Вы мне скажите. Гена, как человек... Можешь, конечно, работник сцены? Или ты на сцене? Почему же он бывший? Бывший. Вот Гена, как бывший работник сцены... Ну, вот не надо бывший. Слово бывший. Вы говорите, пожалуйста. Сам сказал. Как работник сцены сейчас меня измажут. Значит, он привык... До этого я хотел играть короля Лира. Но вот сейчас меня намажут, и я сыграю Гамлеты. Я тебе скажу так. Раньше ты хотел играть на Лиры, а сейчас будешь играть на Доллары. Знаешь? Главное, что потом ты можешь на видео это все посмотреть. Вот видите, друзья. Посмотри, потому что у тебя много марш. Это когда? Я знаю. Вот это потом на видео посмотри. Ты знаешь, Гена, анекдот, почему евреи лысеют салва? Класс, класс. Класс, класс. Я думаю, что этот подарок очень кстати нам. Потому что евреев сидит и чешет лоб. Миша, ну ты уже рассказывал тысячу раз. Ты думаешь, кого бы на двери. Я хочу сказать, что вот этот подарок нам сейчас как раз он... А, русский человек, он сидит, чешет затылок и говорит, опять на двери. Вот я смотрю, это здорово. А у меня везде. А, у меня тоже, правда, да. Я такой как бы обрусился. У Миши то же самое было. Все прошло. Он видишь, как он гладенький стал. За неделю? Миша гладенький стал за неделю, серьезно. Аж лосница. Света хочет, чтобы я ходил в кону. И потом возьмешь панель. И я себя не узнаю. Нет, нет, нет. Панельчика, она впитается сейчас. Вот так вот просто, видишь, легонечко. Друзья, мы вернемся к нашим героям через некоторое время. Гарик, ты что-то чувствуешь уже без зеркала? Нет, не забывай. Ну, без зеркала еще запах, конечно, потряс. Запах, да, не морщи лоб, Гарик. А то тебя никакой крем не спасет. Нет, ну вот здесь уже посмотри. Вот здесь уже разводится. Вот тут, на щеке. На щеке у него как у Бэбички. На щеке как у Бэбички. Света, ну не может же масло за 2 минуты... Она моментально, она когда впиталась, она моментально начинает гибеть. Она когда высыхает, она как разстягивает. Просто, что это масло, никого не расстегивает. То есть не маска. Друзья, мы тут узнали про Гену, что у него волосы... Гену волосы выросли. Нет, где? Нет, они не выросли, они эмигрировали с головы на спину. И частично на груди под мышки. Многие люди так, они тоже эмигрируют вот с одного места в другое. Миш, не надо меня снимать со стороны лысины. Я не снимаю. Я и так не очень фотогеничен, а еще со стороны лысины. Они оставляют лысину в том месте, откуда эмигрировали. И переезжают сюда мохнатыми, мохнатыми. Да. Все, я уже себя пальчиками побил. Я помолодел. А как же, вот так работают люди, которые профессионально пальчиками. Вот это вот... Ловкость рук. Да, никакого мошенства. А это правда, что от грима кожа портится? Конечно. А почему они не сделают такой грим, чтобы кожа такая лучше была? А вот не придумали такой. Понимаешь, проблема, что ты покрываешь всю морду гримом. А потом каждый раз после спектакля ты берешь такая специальная бумага, называется лигнин. И с кремом бумага, это специальная мягкая бумага. Смазываешь себе лицо кремом и этим лигнином снимаешь. Кожа от этого, конечно, не очень. А нельзя просто умыться там? Нет, умыться нельзя. Почему морда будет жирная, все? Ой, ой, ой. Не-не-не-не. Только лигнином и только с кремом. Понял, понял, понял. И что, и женщины также? Все. Ой-ой-ой-ой. Все. И женщины, и мужчины, и люди еще те, которые не определились. И у всех кожа кожа. Да. Вот, поэтому, поэтому, вот знаете ли... Да, друзья. Со шкурой у нас не очень. Морозным, морозным, новогодним... Это что, что оно у вас как-то у вас как-то... Можно сказать утром, но сейчас полночь. У меня сейчас палец обухлится. Пытаются зажечь, друзья. У меня есть тоже большие бенгальские огни. Пытаются зажечь бенгальские огни. Все, иди на другого. Все. Так, слушай, Наталья. Надо сказать, что сигарета легче зажглась, чем бенгальские огни. Да. Чтобы сразу... И без иска. Может быть, на фоне апельсин, которые еще не созрели, уже желтеют. Нет. И синий. Лимоны пожелтели. С годом. Семнадцать годом. Счастьем. Ироничка. Ироничка. Ура. Саню ясь конюшину или как там у них? Косы в ягость конюшину, косы в ягость конюшину. А вывезь конюшину, поглядав на девчину. А это бред. А девчина. Ладно, было. Нет. Там было... А девчина жи дожала. А девчина жи дожала. А девчина жи дожала. А где еще? А всем? А чем она его жала? Просто всем. Жалом. Нет. Чем она ему жала? Грудями. Красиво сказал! Грудями! Новый год настает! Пять минут все! Ребята, вообще карнавальный ночь было бы не дурно посмотреть и так без звука. Это не сложно.